Доброе утро! Красавица! И кулинар, как выяснилось, Екатерина. Спасибо. Доброе утро! Здравствуйте. Катя, что сегодня мы будем готовить с тобой на нашей украшенной зеленью кухне? Эта вся зелень, она пойдет вот в эту кастрюлю, и будет это у нас щи зеленые на бараньей лопатке. Так, одну секундочку. Я, с твоего позволения, судя по всему, баранью лопатку, насколько я понимаю, ты положила вариться. Ее порубить, да, порезать. Давай я покажу тебе куски, которыми ты уже порезала баранью лопатку, для того, чтобы... Там они есть, да, и вот такие. Вот они, в общем, достаточно... Для чего, почему именно, друзья, лопатка? Я хотел бы обратиться ко всем нашим зрителям. Потому что там такая тоненькая косточка на этой лопатке. Ну, конечно. И эта косточка дает очень хороший навар. И вообще, это очень нежная часть, потому что это вот, как бы, передний нож. Не показывай на себе, ни в коем случае. Ты знаешь, я... Это нежное мясо очень вкусное. Есть еще одно. Пеной. Значит, мы будем зеленые щи с бараньей лопаткой, да? Да. Сколько должна вариться лопатка? Значит, сначала мы ее кладем в холодную воду, потом она закипает. Когда она только закипает, мы снимаем пену. Вот тут сейчас просто уже остатки. Она у нас уже кипела. Так, уже мы снимали пену. Значит, и после того, как она у нас закипела, мы сняли пену, мы посолили. После этого она должна вариться... И лучок положили, да? Лучок положили с самого начала, да. С самого начала лопатка. Когда мы кладем мясо, тогда же мы, собственно говоря, кладем лучок. И вот после того, как она закипела, мы посолили, значит, мы после этого варим в зависимости от мяса, вот чем оно моложе и нежнее, Тем меньше, тем меньше. Час-полтора. Час-полтора, час-полтора. И мы будем делать зелёные щи. Екатерина, командуйте мною, я готов что угодно делать на кухне. Ваня, для того, чтобы, значит, у нас получились эти зелёные щи, после того, как мясо у нас поварится где-то вот час-полтора, нам надо туда закинуть всю вот эту замечательную зелень, которую надо мелко порубить. Перечисляй. Значит, у нас зелёный лук. У нас зелёный лук. Салат. Это не салат, это щавель. А, это щавель. Я прошу прощения. Щавель. Щи зелёные, это потому что они на щавель, они щавеливые. На щавель. То есть кислые. Да, да, да. Значит, это у нас... Петрушка и кинза. Петрушка и кинза, да. И то, и другое здесь есть. И у нас... Вот это, честно говоря, это, наверное, может быть для моего другого блюда, которое мы будем делать параллельно, пока у нас всё это варится. Мы ещё сделаем салат. На самом деле, я объясню, что это такое. Это нашему продюсеру дарят цветы всегда. Давай мы перейдём к... У нас есть ещё два блюда. Одно это салат. Салат, значит, он, ну, кроме того, что это обычный салат, туда ещё добавляется базилик, и туда добавляется песто. И вот это вот добавление песто и базилика, оно даёт... А песто нужно делать? Песто мы купили, честно говоря. А, песто уже готово. Значит так, и третье блюдо? Значит, а третье блюдо у нас грибы. Идеально это были бы грибы портабелла, но... Вот мы можем... Мы сходили, мы же не... Вы видите, человек вот в водите сидит со сломанной челюстью, он попросил портабеллу. Так, это вот что получилось. И его не так поняли. Да, да, да. В итоге у нас есть шампиньоны, они тоже хорошо подойдут. А что мы с шампиньонами будем делать? А, значит, шампиньонами мы будем делать так. Мы возьмём грибы, значит, чуть-чуть подрежем ножки, и вот в их шляпке мы, значит, сделаем такой... Как бы, ну, фарш не фарш... В общем, это будет сыр с чесноком, с майонезом. Такой типа сырного салата. Его мы вложим в эти шляпки и поставим это в духовку и запечём. Я предлагаю начать с грибовки разогреть духовку до какого температуры? Ну, там где-нибудь 220, что-нибудь такое. Ну что же. Вот. Так, Вань, а где у нас доска? Досочки у нас есть здесь, конечно. Я вот достаю все досочки. Я очень люблю вот грибы и портабеллы, и обычные шампиньоны. И вот то, что мы будем делать, это немножко так будет по калорийнее, потому что сыр, разумеется, он довольно калорийный. А по большому счёту, тот, кто очень заботится о калориях, можно даже вообще, вот если ты берёшь шляпки грибов, просто немножечко заливаешь туда оливковым маслом, и я люблю это чесночной солью и перчиком. Ну да. И вот просто можно делать даже... А мы можем сделать и так, и так. Мы можем сделать и так, и сяк, а больше даже того скажу, что я думаю, что мы можем ещё сделать ещё третий вариант, добавить туда чуть-чуть песто. Это тоже будет... Так я думаю, что мы вообще сделаем по-разному. Этот рецепт, по-моему, практически ниоткуда не пришёл, он как-то, он был новее. Новее. Вот как, вот. Да? Ой, как, ой, как. И теперь вот... А как же это быстро-то? Я очень быстрый человек. Посмотри. Я очень быстрый. Так, я, наверное, отрежу вот это вот. Да. То, что любят мышки. Корочку надо отрезать. Её любил я в детстве, когда папе и друзья не доедали сыр. Папа, приходите, друзья всегда. Так. Кать, ну а скажи мне, когда в первый раз ты, поскольку ты для нас ассоциируешься с Голливудом? Да ладно, Ваня. Я тебе говорю. Ну как, да ладно? Ваня, я так не люблю, когда об этом говорят. Как об этом нельзя говорить? Я простая русская девчонка. А ты, знаешь, ты говоришь ровно то же, что говорила Мэрил Стрип на таможне, когда приезжала сюда. Вот именно так она и говорит. Я простая русская девчонка. Понятно. Отдайте икону. На вылете она говорила. Мне подарил её Бесогон. Да. Нет. Я почему спрашиваю? Я же спрашиваю это не для того, чтобы, знаешь, там, мол, ну вот, Катя, а как та, а как там Голливуд? Я же не об этом хочу рассказать. Но какое-то время ты вообще там жила же постоянно. Да нет, 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 нет. Это абсолютно неправда. Это всё... Ты туда-сюда, да, ездила? Это всё позднее даже журналистов. Они, когда они захотели лишить меня работы, то они сказали, что я уехала в Америку. Ой, слушай, они с ним очень преуспели, понимаешь, потому что я потеряла большое количество проектов, которые могли бы состояться со мной здесь. Так вот, друзья, Катя здесь. И Катя готова. И Катя вот тебя аплодирует. Ну хорошо, давай, ты же ездила на Оскар. Я ездила на Оскар. Вот на Оскар я ездила. Давай вспомним тогда Оскар, потому что я с тобой об этом в ИТИ никогда не говорил. Так. Значит, вот ты, это был 90... 1998, нет? 98-й год, смотри, абсолютно. Друзья, 98-й год, я всё знаю. Фильм «Вор» номинировался как лучший зарубежный фильм на премию Американской киноакадемии. Да. И только, в общем, по какому-то странному стечению обстоятельств. Ну, знаешь, на самом деле там было не странное стечение обстоятельств. За два года до нас номинировался и получил фильм «Утомлённое солнцем» Никита Сергеевич Михалкова с шестилетней главной героиней Надей. Значит, за год до нас номинировался и получил Оскар чашский фильм «Коле» с шестилетним русским мальчиком в главной роли. Русские дети, честно говоря, уже немножко достали. До этого, до этого, до этого, да, и тут опять фильм, опять мальчик с грустными глазами, нелёгкая судьба ребёнка, всё понятно. И главное, всё русские, русские, шестилетние дети. Что не умаляет достоинство фильма. Абсолютно. Ну вот, поэтому мы и не получили тогда. Да, ну вот ты приехала на Оскар, расскажи, что было на Оскаре? Я приехала на Оскар долго ей рассказывать, как, но, в общем, оказалось так, что я приехала без копейки денег, потому что я кошелёк свой засунула в пальто, а пальто я отдала при вылете туда, потому что зачем же в Лос-Анджелесе пальто? И когда я приехала, у меня не было ни копейки денег, я первый день, потому что я не успела вовремя занять у продюсера Игоря Толстунова, я голодала. И у меня был такой шок, потому что я там чуть не опоздала на самолёт. У меня был такой шок, что я даже забыла, что можно взять на счёт там в баре, понимаешь, записать на гостинство. Я ходила по городу Лос-Анджелесу голодной, я не могла не вымерть воды. А люди, понимаешь, вот ты ходила так, а журналисты смотрели, западные говорили, вот всё-таки приехали из голодной страны. Да, 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 глаза, глаза какие. Посмотри, как эта русская красотка смотрит на чизборье. Посмотри, что с ней происходит. Так, Кать, столько хватит чеснока? Я думаю, что, ну, сильно-то тоже, да, так, наверное? Ну да, но чтобы не было, да уж. Так, и мы сейчас будем всё это заправлять майонезом, правильно? Майонезом, да, да, да. И тогда вот. А потом ты ещё можешь попробовать и по вкусу, там, если нужно соль. Да мне кажется, сыр-то солёный. Ну, в принципе, солёный. Так, всё, сыр пахнет чесночком, что мы и требовалось нам доказать. Ну, где-то вот так вот, наверное, да? Вот так, да? Давай так. И я беру, ну... Ну так, чтобы оно было... Чтобы это было массой. Как сырный салат, да, да. Чтобы это было массой. Масса, которую можно туда... Ну, не будем звать, что сыр-то немножечко при температуре станет пожиже. Ну, да, понятно. Кать, друзья, я хотела всем рассказать, что у нас происходит. Варится бараньей лопаткой, мы будем делать зелёные щи, и это будет молниеносно. Я правильно понимаю, что это очень быстро будет, да? Да. Следующая, самая долгая фаза в щах – это... Это варка мяса. Это варка мяса, потому что вот у нас есть зелень, щавель, зелёный лук, кинза и петрушка. Всё это мы будем туда закладывать. Екатерина Редникова чуткой рукой снимает баранью-наки. Друзья, что происходит здесь? Грибы – это будь то грибы портобелло, или большие шампиньоны, как у нас, уже Екатериной, назовём это так, очищены, отрезаны ненужные части ножек. И туда мы будем закладывать вот такую вот замазочку, в которую я сейчас ещё добавлю немножко чеснока, и майонеза я уже добавил. На секунду оставлю. Вот здесь у нас короткая реклама на Первом канале, очень короткая, после которой мы вернёмся, и вы узнаете, что лимончелло в переводе с молдавского означает минимальная ставка в казино Монте-Карло. Виктория Павловна, вы у нас в бухгалтерии работаете всего два месяца, может быть, моя просьба покажет вам несколько странной, но могу я эти суши есть прямо с вас? Из кинофильма «Некоторые любят погорячее». Дорогие друзья, смотрим Первом канале. У нас в гостях сегодня Екатерина Редникова. Мы говорим о Голливуде в том числе, в котором, кстати, фильм «Некоторые любят погорячее», так и называется. А в нашем прокате он назывался «Джазе только девушка». Что не меняет вообще смысл? Катя. Да, я просто хочу сказать, что те, у кого есть вот, бывают такие вот машинки, такие грильди, да, специальные, ну, вот такие, которые приплюскиваются, знаешь, двусторонние. Вот если ты делаешь грибы без начинки, я, допустим, вот просто, вот как я говорила, с оливковым маслом, да, вот это очень удобно делать в таких, да, хорошо. Вот так, да? Да, замечательно. Тогда давай я начинаю это делать, а ты можешь достать песто, и песто, между прочим, тоже, духовка, я напоминаю, у нас разогрета. Слушайте, а вы знаете, чем отличаются, на самом деле, мне кажется, грибы портобелло, это те же самые шампиньоны, просто гигантского размера, да? Ну, они такие коричневые. Да, кстати, в честь этих, это единственный продукт в Евросоюзе портобелло, гриб, в честь которого назвали улицу в Лондоне, портобелло. Да? Да, это единственное, это уникальное, это был тот случай, когда грибы выиграли у лейбористов в парламенте в английском. Тогда избирались многие, грибы, фломастеры и лейбористы. Забыла я одну вещь, потому что если сыр, все-таки, наверное, он соленый, то вот тут вот до этого надо бы чуть-чуть шляпки присолить. Чуть-чуть присолить. Значит, нужно присолить некоторые, да? Ну, вот... А скажи мне, а масло, а, ну да, масло это же есть в песто. Да, масло есть в песто, а если ты делаешь там без всего, тогда вот как раз надо оливковое масло, где оно? Вот оливковое масло сейчас мы достанем. Можно, мне кажется, здесь, мне кажется, давай мы скажем так, как есть, мне кажется, здесь любой рецепт будет хорош. Можно в этот гриб положить все, что угодно. Где у нас оливковое масло? Оливковое масло сейчас тебе дам, оно у нас внизу в подполе. Вот видишь, как ты нашла дверь в подполе. Аккуратно, там рядом дверь в гараж. Так, вот я сейчас туда заливаю масло. Заливаю сюда масло, вот как раз у нас как, все. Так, знаешь, еще вот я тогда люблю еще поперчить вот эти вот... А вот давай, вот эти, вот эти, пожалуйста. Которые вот такие вот... Да, получается, давайте я помогу. Получается, да? Да, ну как-то странно. Получается как-то странно, да. Так же, как на... Вот так вот, оп, 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 оп. Я посмотрю, разогрелось ли у нас. Ну, конечно, разогрелось. Я хочу обратить внимание, у нас, друзья, единственная в России духовка, которая разогревается не только внутри, но и снаружи. Так, все. Ну, прямо все мы кладем. Да, выдохли. Я еще не поперчила, тоже хорошо поперчила. Ты помнишь, которые у нас не перченые есть? Ну, ладно. Друзья, значит, вот все, что у нас получилось. Это такие грибы диетические, когда просто шампиньоны, оливковое масло, соль, перец. Здесь можно сделать, можно, допустим, вы не хотите майонез, можно сделать, я вот один покажу, как можно сделать. Можно так же, вот, взять. Взять и сыр просто. И просто вот так вот сыр, вообще просто. Абсолютно, да, запросто. Раз и все. Запросто. Давай еще вот сюда сделаем, вот, 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 чтобы были вот такие. Мы дадим всем попробовать. Все. И вот это мы отправляем на 10, я думаю, минут. 10, максимум 15 минут, да. В температуру 200. Ну, да, 200 градусов. 200 градусов. Открываем. И прямо сюда заправляем. Спасибо. Екатерина. Да. И вот мы переходим к важнейшему событию. Аина, мы нарезаем крупно, да, вот это все. Я правильно понимаю? Ну, как среднее. Ну, как среднее. Значит, ножки надо отрезать и не, вот, ножки, допустим, у щавели, да, вот эти, они туда не идут. Я прошу тебя, нарезай щавели. Я не знаю, как с ним поступать. Скажи мне, сколько лука зеленого? Ты знаешь, много, вот так, что вот это вот все режешь. Вот это все я прям режу. Я тогда, с твоего позволения, я отрежу, то, что... А не дашь ли ты мне ножик тоже? Вот это я убираю. А вот это ты зачем убираешь? А вот так, вот не знаю. Я где-то видел, что повара вот так вот берут и убирают, вот самые вот эти кончики убирают. А может быть? Ты знаешь, потому что это хорошо для детского костюма водяного, но вот так вот в жизни... Так, мне тебе нужно дать, вот скажи, такой ножик тебе подойди, смотри какой. Пожалуйста. Я начинаю достаточно, да, вот так вот, посмотри. Да? Да, 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 обычно. Обычно? А я отрезаю ножки, потому что они сразу же идут. Кать, откуда рецепт вот этого? Вот это рецепт моего мужа. На самом деле, Ваня, я тебе хочу сказать, что я сейчас тем, чем я занимаюсь сейчас, а типа готовкой, я уже практически давно не занималась. Потому что с тех пор, как я вышла замуж, у меня это дома делает муж. Да что ты! Да, он так любит готовить, что... При том, что раньше я, вроде все говорили, что я очень хорошо готовлю, но сейчас мне это практически не позволяет. У тебя муж кино-продюсер, у тебя муж, у которого и так есть что делать. Да, но ты знаешь, он меня за плету практически не пускает. Не потому, что я плохо готовлю, а просто потому, что ему очень это нравится. А скажи мне, какие самые главные блюда в исполнении твоего мужа в приготовлении? Вот я тебе скажу, что вот эти вот щи, это у меня один из любимейших его супов. Он много разных варит супов, он замечательно делает уху, он замечательно делает щи на уточке. Щи на уточке? Да, да, и он так и говорит, мне так нравится, как он говорил, он говорит на уточке. Вот, понимаешь, и он замечательно... А что это означает? На утином бульоне, да? Ну, то есть утку, он, да, отваривает утку, потом там, ну, там капуста, тут же с щавелем, а там с капустой, вот. Это зеленые щи у нас на бараньей лопаточке тогда, да? Вот почему ты про бараньей лопаточку? Он не говорит уменьшительно ласкательно, он просто говорит на бараньей лопатке. А вот про уточку, он говорит щи на уточке, не знаю почему. Вот, он делает это тоже замечательно. Так, я беру, ох, сколько зелени. Ну, ты знаешь, мне кажется, что вот это летнее настоящее блюдо, вот когда зелени же должна, ее же мало не бывает. Абсолютно. И много не бывает. Да, кстати, я хочу добавить, что кто хочет, тот может добавлять еще картошку, но просто мы с мужем обычно этого не делаем, в связи с тем, чтобы это было полегче блюдо. А у вас есть вот какие-то, например, есть у тебя какие-то табу на некоторые продукты? Потому что ты действительно все-таки, ну, актриса, ты, конечно, должна... Знаешь, мне кажется, все актрисы следят законные... Ты знаешь, я на самом деле, я телец, и я так люблю поесть, это какой-то ужас. Для меня это мука, вот, если надо не есть, думать о том, что... Знаешь, ну, если говорить о знаках зодиака, то я, наверное, даже не знаю, кто. Потому что я люблю и телятина, он же тогда, получается, я телец, и раков я люблю наварить, получается, я рак. Люблю, например, если буду в Казахстане, то я как бы лошадь по городскому. Да. Да, и, с другой стороны, я овен, а вот бараньи лопаточками мы наварим. Ты посмотри, какой ты разносторонний. А в Московской области есть 13-й знак зодиака. Твердокопченая колбаса. Это люди, рожденные под знаком колбасы. Да, да, точно. Как это звучит? Под знаком колбасы. Хорошее название для альбома Олега Митяева, правда? Нет. Так, хорошо. Скажи мне, у нас уже, в принципе, это варится достаточно долго, да? Да, вот сейчас... Часа два уже. Ну, не два, но полтора точно. Нет, ну, у нас практически, у нас чуть меньше, чем полтора часа сейчас варится. И мы туда сейчас будем все это закладывать. И это будет как раз замечательно, потому что оно должно вариться, ну, час полтора. А лук, лук мы оставляем? А, все, лук ты имеешь в виду? Вот тот, который там варится. Нет, лук мы вытаскиваем. На каком этапе? А вот сейчас, когда перед заброской зелени, мы вытаскиваем лук. В принципе, ты можешь уже делать. Я вытаскиваю лук. Друзья, значит... Значит, смотри, Ваня, ты пока у тебя, если ты сейчас свободен, возьми вот этот вот острый перец. Туда же? Нет, его можно закидывать целиком, но чтобы было поострее, то его лучше, да, на... Мы хотим поострее, да? Да, мы хотим поострее, его лучше нарезать и закинуть туда же. Прям целиком, целый один перец, да? Да, да, да. Так, так, так. Закидывай туда. Да, закидывай. Ну, это будет такое, знаешь ли. Так, уже появились красные нотки. Так, может быть, уже и зелень туда? Ты знаешь, все, можно, я уже думаю, все можно кидать уже. И вот, друзья, начинается самое интересное. Вот так, посмотрите, это все. Вот так. Да, правильно? Да. Вот так. Ох, запахло зеленью. Да. Кинзу-то, да, все, ты уже все делал. Кинзу, так пахнет кинзой, лук, зеленый кинза. И я могу уже, наверное... Да, закидывай это. Щавель, сейчас просто это же все будет... Ва, ты. Да, и сейчас после того, как мы закидываем всю эту зелень, она должна у нас повариться минут 20. Слушай, ну прямо мы... Подожди, у нас это все будет увариваться сейчас. Просто очень густое получилось у нас такое. Подожди, может быть, не стоит уже? Ты знаешь, на самом деле она потом быстро очень уваривается. Уваривается, да? Она уваривается, да. Потому что сейчас... Но это кто как любит, кто любит погуще, то погуще... Потому что сейчас я бы назвал эту композицию «Снайпер в засаде». Так. Так, что у нас там получилось? Да, получилось так густенько. Смотри, вот уже меняет цвет щавель. Сразу же поменял моментально. Да, 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 да. Ну щавель бы я чуть-чуть все-таки еще добавила. Давай, добавляй. Да ничего не будет. Я люблю густые супы. Я люблю густые супы. Вот. Вот так. И вот это все, прибавляем огонек, и вот это все должно у нас... Минут 20, да. Так, и мы сейчас как раз за это время сделаем салат. Все, прекрасно. Значит, друзья, мы все загрузили в суп 20 минут, огонь небольшой, закипит и 20 минут. После этого мы добавим туда, ну если там соль, я не знаю, по-моему, там все нормальное по соли. Да, а если вдруг по вкусу, тогда... И будем добавлять все, там ничего больше не нужно. Ничего больше не нужно. После этого мы добавляем туда только вареное яйцо, которое у нас тоже... Но мы не туда добавляем, вареное яйцо мы кладем в тарелочку. Прямо из-за сметаны. Заливаем, да, супчиком и сметанка. Катя, на секунду я тебя оставлю здесь. У нас, друзья, реклама на Первом канале. Наша любимая веселая летняя реклама. Смотрите рекламу. И когда мы вернемся после рекламы, вы узнаете, что министроны в переводе с венгерского означает «А Михаил Ефимович в свое время работал в правительстве». Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Екатерина Редникова. И мы готовим с Екатериной, ну, разные блюда сегодня. У нас такой завтрак в субботу, как говорится, до понедельника, чтобы хватило, да? Кипят зеленые щи на бараньей лопатке уже практически... Практически готовы. Практически готовы. Осталось несколько минут. Мы хотим быстро сделать салат. Катя, еще делаем салат. Так, салат мы делаем из помидоров, огурцов, зеленого базилика. Можно, если нет зеленого, потому что очень часто... Почему-то у нас не бывает зеленого. Возьмем зеленый базилик. Зеленый базилик. Помидоры, огурцы. Давай ты будешь огурца, а я помидор. Давай. Так, какой нужно делать? Ну да, вот так. Так и вот так. А помидорчики я вот беру вот такие вот, которые... Это могут быть большие помидоры черри или вот такие помидорчики. Я на четыре части вот такие. Я вообще люблю, когда крупный салат творится. Да. Мне кажется, что если у тебя в семье готовят все время муж, то он тоже любит, когда крупный салат творится. В принципе, да. Вот он даже и огурцы иногда прям целыми крупнейшами делает. Но это не важно. Смотри, у меня Патя очень тоже любит крупный. Он вообще иногда огурцы не режет. Целиком. Целиком прямо готовит. Просто один огурец кладет и все, и заливает его слезами. А откуда рецепты этого салата, Катя? Знаешь, это опытным путем. Я вот как раз вот... Чего меня допускают в семье, это делают салаты разные, всяческие. Я люблю и рокуло очень с помидорами, и там, и как его... Ну, итальянский салат, когда сыр моцарелла с помидорами, тоже я это очень люблю. А тут просто опытным путем я как-то... Я вот купила песто, как раз в магазине было это в Лос-Анджелесе. Да. И я что-то... Я его добавила сначала в маринад. Я курицу мариновала. В песто. Да, и добавила туда песто, да. Там вообще есть такая сальса, но вот почему-то у нас не продается. Потому что, оказывается, так здорово мариновать курицу в сальсе и вот туда добавлять песто. А потом я этот песто добавила в какой-то суп, а потом взяли и добавили мы его в салат. Катя, на секунду я тебя прерву твой рассказ с сообщением о том, что грибы наши... А, да. ...сто процентов готовы. Да, да, да. И я сейчас хочу показать всем нашим телезрителям, что получилось-то у нас. Вот, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, товарищи. И сейчас мы их переложим аккуратненько. Расскажу рецепт приготовления грибов. Поберем грибы портабелла или большие шампиньоны и начиняем, перед тем, как положить в духовку, очистив внутри их, начиняем их сыром с чесноком. В принципе, любой сыр. Любой сыр, да? Да. Смесью сыра, чеснока, можно добавить просто оливкового масла, можно добавить перца, можно добавить тот же самый соус песто, и будет счастье. Вот, пожалуйста, перед вами. А ну-ка аплодировать начали. Ой! И вот это вот. Да все, хватит. Смотри. Еще ты думаешь вот так? Вот так вот. Прекрасно. Эти грибы я убираю сюда. Да? Так. Это у нас одно блюдо. Вот оно у нас вот таким вот образом красиво стоит. Так. Так, нам осталось еще вот порезать лук сюда. Лук красный, наверное, да? Да, красный, красный. Ну, наверное, наверное, не весь или половиночка, наверное, да? Ты знаешь, нет, я думаю, весь. Прям весь? Да, я думаю, весь. Прекрасно. Прекрасно. Так, а я пока режу базилик. Базилик, как раз вот базилик придает очень шарм, такой интересный этому салату. Базилик, да? Дело в том, что песто тоже, оно на базилике сделано, если ты знаешь. Там в песто, насколько я знаю, если не ошибаюсь, там базилик, там орехи. Кедровые. Кедровые, да, 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 да. Там оливковое масло. Чуть-чуть чесночка. Вот. Я бы сказал сыр пармезан. Да, сыр пармезан, да, да, забыла. И все это, друзья, находится внутри соуса песто, который Екатерина бесстрашно добавляет в салат. Да. Так, нарезаем. Так. Я нарезаю тоже достаточно, не стесняясь в размерах, я сейчас это буду еще пополам резать. Лучок. Да? Да, да, да. Такими аппетитными кругляшами я как бы это нарезаю. Правильно. Вообще слово кругляш, мне кажется, это одно из достижений русского языка. А вот суп у нас как раз вот уже все, смотри, вот видишь, вся эта зелень, которая вот до этого казалась, что ее так много, смотри, она все уварилась, когда она поменял цвет. Катя, ты знаешь, я вот не стал бы так подержать, есть шанс, что во время рекламы... Что, что, что? У нас воруют из супа, Катя. У нас как на коммунальных кухнях. Зелень, да. Воруют зелень. Да, воруют зелень из супа. Нет, смотри, вот действительно, ты просто посмотри, как мы боялись, что ее будет много, нет? Прекрасно, прекрасно. Скажи мне. Замечательно, в этот момент у нас сейчас, кстати, кипят яйца, надо, конечно, чтобы они сварились вкрутую. Да, вот мы это и делаем. Подскажи мне, вот так, сколько мы добавляем? А вот все. Весь соус, песто, который есть у нас. Да, и теперь оливковое масло. Оливковое масло. Так, а еще нам нужен лимон. А за лимоном я пойду в наше лимонохранилище. Вот здесь. Так, и сколько нам нужно лимона? А, лимона прям, ну, половину точно выдавливает. Выдавливает туда. Знаешь, да? А может, даже и целый. Так, посыпаем солью, хотя песто тоже у нас, в принципе, соленый. Не, оно не очень соленое. Не очень соленое. Тогда посыпаем. Ты масло, может, заправила? Я заправила, но надо сейчас перемешать, и мы увидим. Катя, пожалуйста, вот у нас есть специальные приборы. А где у нас бурки? Для перемешивания. А вот, пожалуйста. А, вот так? Вот, пожалуйста. Вот, давайте. Вот так вот мы берем. Так, я уберу ненужные все вещи. Дерем, а вот это вот все перемешиваем. Так, я бы еще чуть-чуть добавила масло. Пожалуйста. Так ты уже посолил, нет? Я уже посолил, конечно, крупной солью. Ты знаешь, я с твоего позволения выключаю суп. Да, и правильно делаешь. Я выключаю суп, и закрываю его крышечкой, и он томится. А у нас... Так, а у нас уже готовы грибы, и у нас уже готов салат. По-моему, выглядит очень аппетитно. Я полагаю, что это выглядит просто супераппетитно. Да. Давайте расскажу рецепт салата, ты меня поправь. Да. Огурцы и помидоры, зеленый базилик, красный лук, соль, перец, соус песта, оливковое масло, лимон. И вот это мы берем, это мы берем и сразу выкладываем вот в такие чашечки. Потому что из этих чашечек мы уже будем этот салат пробовать. Так, раз, здесь два, так. Ну и, наконец, щи на бараньи лопатки, зеленые. Готовятся они таким образом. Варится порезанная баранья лопатка. Ну, чтобы так разварилась и сварилась, добавляется на целую луковицу, потом вынимается вся пенка в процессе, убирается эта самая луковица, и закладывается огромное количество зеленого лука, щавеля, кинзы, петрушки. Все это уваривается в течение минут 20. Соль, перец и яйца уже... И перчик красный там еще. Да, и красный. Или зеленый, любой острый перчик. Красный, красный перчик, все. Разрезаем яичко. И взял поварешку. Катя, прошу, как человек, который только что это сделал, сметана здесь. И вот, друзья, что должно быть. Давай, Катя, давай. Не жалей нас. Мы хотим завтракать. Это такой завтрак, вот видите, такой вот зеленый. Вот, вот, прекрасно. Вот там кусочки баранины. Давай, 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 ставь, 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 все, хватит. Сейчас, сейчас, сейчас. Не хватит, дай еще. Смотри, получилось какое-то лицо. Опа. Да, кладем сюда сметанку. Сметанку прямо как бы... А, красота. Так, и, наконец-то, так, чудесно. Видишь, как у нас все, кстати, получилось замечательное количество зелени. И еще одну ложку сметаны прямо. Да давай. Вот, друзья, порезанная лопаточка, вот она разварившаяся. Оп, сметанка. Оп. Кладем сюда. И все аплодируют как ненормальных просто. Екатерина. Екатерина, вилочки для салата. Да. Грибы можно есть руками. Ну что, пробуем? Так. Я пробую. М-м-м-м. Хорошо? М-м-м. М-м-м. Сейчас, сейчас, сейчас. Попробуем. Ну, нельзя. М-м-м. Да? М-м-м. Да. Да. Так. Салатику сейчас вернемся. Супчик. Ах, супчик. Ай да супчик. Пробуем. Слушай, это великая вещь. Да? Но. Вот я и тебе говорю. Кать, ну, что мне сказать? Нет. Мне остается сказать одно. Ты подарила нам много. Спасибо. Ты подарила нам много. Ты подарила нам роли в кино. Ты подарила нам ощущение того, что мы можем быть там, при этом находясь здесь. Сложная формулировка. Ой, да, да. Да. Мы хотели бы, Катя, и тебе ответить подарком. Так. Специальный набор смак продуктовый. Вот сегодня с мужем, по крайней мере, в магазин вам ходить не придется. Да. Здесь, как говорится, все же нужно для техника веселого гусара. И самое главное, есть такой фартук, который от нас передай мужу, чтобы он в этом фартуке красиво выходил и готовил зеленые щи на уточке. Сережа, это тебе. Сережа, это тебе. Друзья, это Екатерина Рейникова сегодня нам все приготовила, а мы аплодируем. Кать, спасибо огромное. Я через секунду вернусь, а у нас пауза. Многие спрашивают у нас, а зачем нужны паузы на Первом канале? Почему не может быть один смак, только с перерывом на «Давай поженимся»? Нельзя. Друзья, хорошего должно быть понемногу. Увидимся с вами в следующий раз, и вы узнаете, что «салака» в переводе с эстонского означает «тынис». «Говори тише, они могут подумать, что мы русские». Спасибо. 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 Спасибо.